В вечернее время здесь темно. Так что сделайте что-то. Фонари ночью не просыпаются. Это заметили многие орловчане. А живущие на Октябрьской и вовсе несколько лет бьются за установку светильников на своей улице. И хотя опрос мы проводили днем, многие вспоминали о раннем наступлении с умерок зимой. Ужас. Ходить здесь в темное время суток просто невозможно. От светофора доходишь, а машины светят вообще не видно, потому что ослепляет. Наследственно идут люди, не видно вообще. Негорящие фонари также являются частой причиной дорожно-транспортных происшествий. К сожалению, под удар попадают и пешеходы. И часто их приходится оплакивать. Вот эти дороги, они не освещаются. Стоят знаки, их никто не видит в темноте. Несколько раз у нас уже было аварийные ситуации. Бюджетом города Орла в текущем году у нас предусмотрено выделение финансирования на освещение. Но по решению горсовета будут они направлены на освещение и приведение в надлежащее состояние подходов к пешеходным мостам, которые мы в прошлом году отремонтировали. По словам Никиты Митряевой, на текущий год не на всех улицах города будет проведена установка фонарей. Причина – отсутствие финансирования. Проблемы с освещением на набережной тоже не новы. Одни фонари горят, а другие нет. И орловчане часто обсуждают это в своих социальных сетях. По словам администрации города, такую проблему устраняют быстро. Однако вскоре она появляется вновь. – Кстати, вчера света не было вечером. – Вообще? – Вообще. – А вы часто здесь гуляете? – Да, я каждый день гуляю с собакой, а света не было вчера. – А обычно горят здесь? – Обычно, да. – Приехала я из Воронежа посмотреть родной город, Орел. А тут темно. Что смотреть-то, если темно? – Все освещено. Прямо вот эти вот… Прямо иду, прям… И вот фонари везде. – А вот не горят фонари. – А вот не горят, но это… Вчера горели. – Вчера горели. – Вчера горели. – То есть то горят, то не горят. – Да, я вчера проходил точно вот по тому же месту, горел фонарь. Что-то вот сейчас читаю, не горят. Администрация города считает, что причиной неработающих фонарей на набережной может служить выход из строя кабельной продукции. Предположительно, из-за частых затоплений этой территории. – Тот кабель, который питает набережную, там что в одном направлении со стороны пляжа с нашего, что со стороны Красного моста, требуется 100% в принципе замена кабеля. В настоящее время подрядчик ориентировочно посчитал сметы. Стоит это где-то порядка 6,5 миллионов рублей. Будем искать финансирование. Освещение должно предоставляться с соблюдением норм, стандартов и требований. Так в городе должны быть освещены 80% протяженности улиц. В случае, если фонарь не горит, орловщане могут подать в местную администрацию коллективную жалобу. Быть может, тогда удастся избежать частых ДТП, нападений и краж. Стефания Басрева, Валентин Худокормов и Ирина Волкова. Телеканал Первый областной.